Прошлый год принёс Старому Осколу демографический рекорд. Впервые за 20 лет родилось больше трёх тысяч малышей. В 2013-м новорождённых будет ещё больше, говорят врачи. Положительная динамика не может не радовать. Только вот условия в Староскорском перинатальном центре не вполне отвечают сегодняшнему дню. Староскорский округ принимает в год где-то порядка более трёх тысяч родов. Поэтому это количество на себя ни один район, даже областной перинатальный центр не может взять. Поэтому должно быть два корпуса, которые могут работать автономно, чтобы мы сами могли непрерывно работать, обслуживать себя в течение года. Строить дополнительный корпус в четыре этажа начали в 2011 году на деньги из областного бюджета. 200 миллионов ушли на возведение здания, отделку фасада и коммуникации. Общая же стоимость этого крупного социального объекта – 575 миллионов рублей. Для внутренней отделки и оснащения современным оборудованием требуется федеральная дотация, а для неё, в свою очередь, одобрение глав госэкспертизы. Ближайший филиал учреждения находится в Ростове. Проект строительства экспертом представил лично глава округа Александр Гнедых. «Пришлось поехать туда и общими усилиями ускорить процесс выдачи положительного заключения, чтобы мы успели до заседания правительства Российской Федерации, которое проходило 19 декабря, на котором было принято как раз решение о включении нашего объекта – Староскольский перинатальный центр в перечень объектов, которые подлежат финансированию частично из федерального бюджета. А это частично составляет около 65 процентов или 371 миллион». Деньги будут выделены в следующем году. Это позволит завершить строительство к 2015-му. В новый корпус переедет роддом с Комсомольского проспекта. Таким образом, образуется единый перинатальный центр, где будут сконцентрированы лучшие специалисты и оборудование. А освободившиеся площади роддома в юго-западной части города переоборудуют под детскую больницу.